Архангельский ЦБК на пороге больших перемен. Комбинат реализует второй этап модернизации. Ключевым проектом, рассчитанным на 2016-2018 годы, станет усовершенствование второй картонно-делательной машины и строительство новой выпарной станции. ЦБК в два раза сократит водопотребление. На 65% снизятся выбросы загрязняющих веществ, а парниковых газов будет меньше на 18 тысяч тонн. К слову, по итогам этого года комбинат вновь подтвердил лидерство в вопросах климатической ответственности среди российских компаний. У нас в стратегии есть задача увеличения варки до 1 миллиона тонн, и мы, собственно, к этому идем достаточно уверенными шагами. У нас будет появляться большее количество так называемых щелоков, которые необходимо упаривать и которые впоследствии необходимо сжигать. Будем собирать все дурнопахнущие, мы будем их сжигать, и, соответственно, экологическая ситуация в городе Новодвинске улучшится. 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Считается, что история этого праздника берет свое начало с 1715 года, когда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией. Сегодня в Архангельске сотрудникам территориальных органов внутренних дел будут вручены ключи от новых служебных автомобилей. О том, как это было, расскажем в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на канале ТВ-центр. А пока присоединяемся к добрым словам в адрес «Стражи порядка». 0-2! Пусть изменяется времени век! 0-2! Снова помощи ждет человек! 0-2! Неустанно хранит города! 0-2! 0-2! 0-2! Сегодня в Архангельске во дворце детского и юношеского творчества пройдет выставка образовательных услуг «Профессиональная траектория». Свои экспозиции представят больше 20 образовательных организаций по море. Будущие абитуриенты смогут задать интересующие вопросы и узнать, какие профессии востребованы в Архангельской области. В рамках выставки пройдут мастер-классы по различным направлениям подготовки от медицины и строительства до госслужащего. Сегодня в Архангельске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами слабый снег. Ветер западный и северо-западный слабый. Температура днем от минус 6 до минус 9 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин